57 постановлений о нарушениях законодательства в сфере благоустройства выписано СОРОУ по результатам мониторинга инспекции административно-технического надзора Нижегородской области. Речь идет о зимнем периоде. Этот вопрос 17 февраля обсуждали депутаты областного законодательного собрания. В инспекции считают, пишет коммерсант, что причина плохой уборки в том, что, цитата, администрация муниципальных образований самоустранились от руководства организации необходимых работ. Конец цитаты. Мы связались с начальником Арзамасского отдела инспекции административно-технического надзора Нижегородской области Олегом Логиновым, который курирует СОРОВ. Он рассказал, что больше всего замечаний к качеству содержания дворовых территорий. Несовременная очистка тротуаров до твердого покрытия. Были у нас замечания в том числе по содержанию контейнерных площадок. То есть несовременно была очистка как от мусора, так и от снега, чтобы туда подходил автотранспорт. Значит, несовременно очищались валы на перекрестках дорог. То есть в этом законе очень четко прописано, на сколько метров от пешеходных переходов не должны были валы. Там четко прописано, что в ближайшие метрах от остановок пассажирского транспорта валы не должны быть. Также это относилось и к тротуарам. Также есть еще до сих пор замечания, которые я был вчера у вас в СОРОВе тоже. Это несовременный вывоз снега. Хуже, чем в СОРОВе, только в Арзамасе, Дзержинске и Нижнем Новгороде, где в общей сложности выписано 250 постановлений. Практически бесснежная зима плюс шипованные колеса машин равно разбитые изъеденные ямами дороги. С одной стороны, объем средств на ямочный ремонт в СОРОВском бюджете, в отличие от других территорий, не подвергся секвестированию, то есть сокращению. С другой, уменьшение количества ям не видно. Если раньше соровчане могли с гордостью говорить, что дороги нашего города лучше, чем в Нижнем Новгороде, теперь ситуация изменилась. В соцсети спросили у пользователей, как они оценивают качество дорог в СОРОВе. Почти 46% считают, что дороги ужасны, 33% что такие же, как и везде. Муниципальный контракт на содержание городских улиц в этом году, как и в предыдущие, выиграло дорожно-эксплуатационное предприятие. Ямочный ремонт относится к работам по содержанию городских улиц, и оплата идет по факту выполненных работ. И денег хватает. Хватает и людей. Практически все дорожные рабочие у нас задействованы либо на содержание города, либо на ямочном ремонте. Недостатка в людях, в квалифицированных, которые у нас постоянно задействованы в этих бригадах, нет. Работают каждый день, кроме выходных. При необходимости, сразу после обильных осадков, организовывают работу в две смены. Хотя в этом году в две смены еще не работали. Не всегда нам удается, особенно когда были дожди у нас в феврале. Участки дорог, скажем, улицы Харитона, Садовая, достаточно быстро разрушались, и здесь мы не успевали. Если погодные условия позволят, более капитально дыры заделывать начнут в апреле. До этого момента придется терпеть. Автолюбители, имейте в виду, если вы повредили машину из-за ям, и ямы эти превышают ГОСТ 30 на 15 сантиметров и 5 в глубину, ДЭП должен компенсировать затраты на ремонт вашего авто. Это прописано в муниципальном контракте. Продолжение следует...